Донбасс Накануне Пётр Порошенко объявил, что выборы в Донецкой и Луганской народных республиках уничтожат мирный процесс. Какое веское заявление, особенно на фоне того, что тот же Киев не будет отводить войска от линии соприкосновения в Донбассе, даже в случае достижения договорённости об отводе тяжёлого вооружения, о чём также было заявлено недавно. Ну и, конечно, стоит отметить утверждённую военную доктрину, по которой Россия, как и следовало ожидать, главная угроза. Что за песню поёт Киев и Порошенко? Они разглядели где-то реальные угрозы? Или это очередной пропагандистский шаг, помогающий Хунте просто выжить и усидеть на своём месте? Своим мнением с накануне ТВ поделился военный эксперт Владислав Шурыгин. Это просто такая ритуальная пляска Порошенко на тему очередного шага республик, несогласованного напрямую с Порошенко. И, соответственно, в этом случае республики, которые проводят выборы по своим планам, не согласуясь с Киевом, рассматриваются в этом случае Киевом как грубое нарушение мельхедоговорённости. При том, что сам Киев ни одной из этих договорённостей не соблюдает, кроме нынему, по крайней мере, данный момент договорённости о перемирии. Поэтому это просто попытка засолбить за собой, в случае чего, право выхода из мельских соглашений. Если какая-то экстремальная для Киева ситуация вдруг наступит, то он сможет снова начать наступление. Для этого войска и не отводятся. Да и о чём говорить, если Хунта в принципе не может выполнить ни одного пункта соглашений? Другое дело военная доктрина, которую Порошенко подписал на днях. Для Киева противостояние с Россией единственное продаваемое товар. То есть это единственное то, что сейчас востребовано международным определённым потребителем. Совершенно очевидно, что для Украины Россия представляет собой такую угрозу, которую Украина бы, если бы им было желание, давным-давно раздавила. И существование Украины просто утверждит того, что Россия не угрожает Украине. Иначе бы ещё в прошлом сентябре Украина бы осталась без двух тридцей своих территорий. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok